В борьбе с наркоманией все средства хороши. В поселке Поливановка второй год работает частный реабилитационный центр для тех, кто хочет излечиться от наркозависимости. Почему этим опытом не прочь воспользоваться и представители регионального Минздрава в нашем следующем материале. Упражнения на доверие отрабатывают те, кто борется с наркозависимостью. Психологические тренинги и беседы – обязательная часть реабилитации бывших наркоманов в частном центре «Вершина». У каждого своя трагическая история. Весь местный быт на плечах самих постояльцев, резидентов, как они себя называют. Сами готовят еду, сами стирают белье и убираются. Средний курс реабилитации – полгода. В трехэтажном особняке в Поливановке сейчас пытаются заново научиться жить без наркотиков 31 человек из Саратова, Пензы, Сочи, Оренбурга и Подмосковья. Если говорить о возрасте, ну, к сожалению, последние несколько лет тенденция к тому, что наркомания молодеет. Если раньше средний возраст был 25-30 лет, то сейчас он 17-20 лет. Я употребляю с 10 лет, ну, 6 лет я употребляю. Ну, как это все было, там, взрослые ребята, там, как бы уважение, первый алкоголь. Почему ты не отказался? А потому что мне это казалось престижем. Ну, я думаю, что это вообще самое крутое, что может быть, общаться со взрослыми ребятами. Артем приехал из Энгельса и живет в реабилитационном центре третий месяц. Говорит, что легко обходится без телевизора и интернета. Они здесь запрещены. Готов с утра до вечера анализировать свои ошибки, но вернуться в прежний мир пока не готов. Понимаете, я боюсь того, боюсь тех людей, с кем я общался. Я боюсь опять встретить их и пойти с ними вниз, то есть самое на дно. Сейчас в Саратовской области на официальном учете стоят более трех тысяч наркозависимых, но реальная цифра в разы больше, говорят в региональном Минздраве. Представители государственных структур проводят профилактические беседы, о вреде наркомании в вузах и колледжах и только рады воспользоваться опытом коммерческих клиник. И таким образом, дополняя живыми примерами из практики, мы надеемся, что все-таки очень много ребят из молодежной среды избегут этого опыта. Александр Филин, Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.